Добрый день всем. Сегодня у нас с вами будет небольшой семинар по разработке 2D игр на Swift. Правда, сейчас уже пятый Swift есть. Соответственно, когда будет проходить курс, он уже будет на пятом Swift. Пару слов буквально о себе расскажу. Я занимаюсь программированием с 9 лет. Очень много писал в школе, в институте, на Паскале, на Дельфе. Потом работал с базами данных. Ну и с 2012 года начал заниматься мобильной разработкой. Потому что считаю, что за этим будущее. И сейчас все переходит на мобильные приложения. Ну и как бы так пошло, пошло, поехало и начал заниматься в том числе и играми. Есть опыт работы с различными технологиями Core Data, Firebase, GitHub, различные внешние компоненты. Ну и об этом можно долго говорить. Давайте мы перейдем лучше непосредственно к самому курсу. Итак, что же у нас будет на курсе? Да, ну и пару слов еще о специалисте. Специалист уже на рынке на самом деле уже 27 лет. У него более миллиона выпускников, более 3,5 тысяч корпоративных клиентов, 80 учебных классов, более 250 преподавателей. И у нас сейчас более тысячи курсов различных по разным направлениям. Итак, что касается самого курса разработка игр на Swift. Я иногда говорю, что разрабатывать игры, их на самом деле проще, чем писать приложения под iPhone. Может это парадоксально звучит так, но это на самом деле так, потому что в играх все зависит от того, как дизайнер вам все это нарисует. А с точки зрения программирования, игры они очень простые. Но тем не менее, для того, чтобы идти заниматься играми, начинать их писать 2D, потом 3D. Конечно же нужно знать и Swift неплохо, объект-ориентированное программирование. Обязательно без него никак протоколы, расширения. Ну, в общем-то, вот этого функционала достаточно будет, чтобы начать заниматься играми. Вот если провести параллель к нашим курсам, которые у нас есть в специалисте, то желательно успешное окончание курса разработка iOS-приложений на Swift 4 второй уровень. Ну, до него вы можете посмотреть, там еще три курса идет. Как раз основы Swift 4, объект-ориентированное программирование и первый уровень разработки приложений по диодам. Из чего состоит, что будет вообще на курсе разработка iOS 2D игр. Мы на курсе создадим четыре игры. Ну, такие простенькие, но уже работающие, в которые можно поиграться. И когда мы будем разрабатывать вот эти вот игры, мы будем разбирать различные темы, которые используются при написании игр. Ну, скажем так, мы достаточно полным будем разбирать фреймворк SpriteKit, который предназначен как раз для 2D игр. Мы его разберем, ну, можно сказать, полностью. Потому что мы разберем самые простые вещи. Это такие, как механика анимации спрайтов, как вообще управлять ими физические эффекты. Очень важная тема. Мы будем изучать, как программируется гравитация, ветер, импульсы. Как запрограммировать сцену, чтобы у вас все предметы ожили и начали сами перемещаться, падать, отскакивать. То есть там можно и упругость задавать, и организовывать столкновения. Как реагировать сцена будет на столкновения разных объектов, ну, и так далее. Ну, и, конечно же, эффекты. Какая игра без эффектов? Мы посмотрим, как создаются эффекты, как они прикрепляются потом к спрайтам, и как потом будет выглядеть игра, когда вы ее уже запустите. Цель курса – подготовить программистов к разработке 2D-игр на CF4 с использованием фреймворка SpriteKit. Вы действительно сможете после курса создавать игры. Потому что если там брать какие-то другие курсы, ну, обычно к курсам относятся так, что курс прошел, да, понятно все, но нужна практика, нужно углубляться, изучать более глубоко все. Ну, как я сказал, игры, их разрабатывать достаточно просто. Тут все зависит только от дизайна. Поэтому вы после 40 академических часов наших занятий, вы сможете уже сами программировать, сами создавать игрушки. И причем курс, он будет сопровождаться практикумами, то есть не только мы будем писать там продиктовку, также будут даваться задания, и вы будете что-то там делать уже. Дальше. Вторая цель – дать понимание механизмов разработки игр и игровой логики. В игрушках есть своя логика переходов, когда вы открываете менюшку, в менюшке что-то выбираете, переходите на другую сцену, там что-то, какое-то действие происходит, настройки, или там в другую менюшку заходите, начинаете уже играться. Также мы будем разбирать, как отлавливать момент перехода игры в бэкграунд, чтобы ее остановить, чтобы она дальше не игралась. А потом, когда вы вернетесь уже в приложение, чтобы можно было продолжить с того же места, где вы остановились. Также следующая цель – расширить кругозор слушателей в разработке 2D-игр. Если кто-то уже что-то пишет, уже есть какой-то опыт, уверен, что все равно вы узнаете много нового на этом курсе, потому что темы достаточно такие будут нас обширены. Ну и научить создавать 2D-игры средней сложности. Из чего состоит курс. Давайте здесь поговорим поподробнее. Первый модуль – это основы SpriteKit. SpriteKit – это у нас фреймворк, с помощью которого у нас происходит, собственно говоря, программирование игр, которое нам позволяет все это описать, запрограммировать и запустить игрушку. Мы начнем изучать, что такое спрайты, как они себя ведут. Сделаем сначала вручное движение, то есть мы будем вручную перемещать спрайты, а потом мы посмотрим, как сделать это автоматически, задав скорость перемещения спрайта, чтобы ваш герой в игре перемещался с постоянной скоростью. Также нужно учитывать тот момент, что в телефоне могут выполняться параллельно другие какие-то процессы, и не факт, что у вас отрисовка кадра будет идти с одинаковой периодичностью. Она, эта дельта времени, она будет меняться, поэтому смещение спрайта за каждый кадр, оно будет разным. Вот это все мы будем учитывать и создавать постоянную скорость. Но это ручное движение. Когда же мы будем делать это на автомате, то мы просто будем указывать направление, скорость, и SpriteKit сам у нас будет перемещаться. Конечно же, в играх используется именно такой способ. Но мы начнем с ручного движения для того, чтобы вы поняли, как вообще происходит механика перемещения спрайтов. Дальше мы будем разбирать сцену. Как вообще строится сцену, как на ней размещаются спрайты, что с ней вообще можно сделать со сценой. Хочу сразу также отметить, что SpriteKit сцены вы можете использовать в обычных приложениях. Иногда так делают, ну, так даже часто делают, когда в приложении требуется какая-то анимация красивая, что-то такое вот сделать, похоже на игрушки. То спокойно можно эту сцену встроить в обычное приложение, и не обязательно у вас должна быть какая-то игрушка. Сцена, она может быть гораздо больше вашего экрана. То есть у вас есть большая площадка игры, вы перемещаетесь по ней. Это все называется сцена. Но видите, вы только какую-то часть сцены. И чтобы работать с той областью, которая сейчас отображается на экране, понадобится еще один объект. Это камера. Мы познакомимся с камерой, научимся отслеживать перемещение камеры. То есть мы будем камеру перемещать по сцене, таким образом мы будем перемещаться по самой сцене. И метки. Метки – это обычные надписи, с помощью которых мы будем вводить там текущий счет, количество жизней, ну и так далее. Это вот все, что входит у нас в первый модуль основы SpriteKit. Второй модуль – физика и узлы. В этом модуле мы познакомимся с редактором сцен. Как можно сцену создавать, мы вводим. И очень интересный раздел будет в этом модуле – это физика объектов. Мы на примерах в Playground будем изучать, как программируется гравитация, ветер, импульсы. То есть там можно создавать очень интересные эффекты, и при этом вы на самом деле там практически ничего не пишете. То есть вы описываете массу тела, упругость тела, задаете направление гравитации, отпускаете объекты, они у вас все упали на дно сцены. Ну, нужно также рамки сцены задать. Потом, например, вот когда вы ходите по лабиринту в какой-нибудь игре, вы упираетесь в стены и не можете через них пройти. Вам не нужно отслеживать, где эти есть стены. Вы просто задаете их программу. Ну что, вот здесь у меня стена идет, отрисовываете ее, и все. И ваш герой вам будет ходить, там мячик резиновый, например, запускаете, он будет сам отскакивать от этих стен. То есть это все происходит автоматически. Вам нужно что отлавливать? Вам нужно отлавливать столкновения, чтобы не налететь там на врага, или там когда захватывается там какой-то там клад, монеты, что-то такое. Вот эти вот моменты, они должны отлавливаться, и потом уже происходить какое-то действие. Остальное все происходит автоматически. То есть мы с вами посмотрим столкновения, также и контакты. Следующая тема будет в физике и узлах, это соединение и ограничение. Вот знаете, может быть, например, какие-нибудь игрушки такие, где там какая-нибудь что-то вроде лиана висит, герой прыгнул, схватился за лиану, там на ней покатался, и она у себя вот изгибается. Вот чтобы сделать такой эффект, особо тоже программировать ничего не нужно. Вы лиану эту делаете из нескольких таких секций, и эти секции соединяете шарнирным соединением. У нас есть несколько типов соединений. Все это просто запускаете на сцене, и оно все начинает само работать. То есть вам, опять же, вам не нужно ничего вот это вот просчитывать, рассчитывать физические эффекты. Это все происходит автоматически. Героя цепляете за эту лиану, у лианы появляется вес, появляется у героя инерция, если ему там еще пенда лидать какого-нибудь, и оно начинает качаться. То есть все автоматизировано. Почему я говорю, что программировать очень легко игрушки. Главное, чтобы все красиво было нарисовано. А остальное уже тут, дело техники, все достаточно. Ну и также мы еще посмотрим, как можно видео запихнуть в какой-то спрайт, чтобы у вас еще видеоролик какой-то шел. Третий модуль. Плиточные карты. Все вы, наверное, знаете такую игрушку, как цивилизация, слышали про нее, по крайней мере. Это вот игры плиточного типа, когда у вас есть карта, и она вот состоит из квадратиков, либо ромбиков, либо там шестиугольников. Ну также по такому принципу, там Warcraft построен. В общем много игр, которые вот строятся по принципу плиток. В проект Ките тоже есть возможность создания плиточных карт, ну точнее там невозможность, там все для этого есть. Это другой немножечко тип игр, где вы рисуете карту, наносите на нее различные объекты, объекты у вас оживают, перемещаются по карте, вот, и вы спокойно можете по этой карте тоже перемещаться. И в этом модуле мы познакомимся еще, как можно сохранять и загружать игру. То есть это вот как раз пример, когда вы уходите в бэкграунд, нужно сохранить игру, и потом вернуться, и начать с того места, где вот вы остановились, когда игрушку выключили, на чек зашел, вы сбросили ее, потом открываете опять игрушку, у вас где там продолжить, да, продолжить, и вы начинаете с того же места, где остановились. Четвертый модуль, спецэффекты. Спецэффекты, ну, это тоже все это так относится к дизайну, это называется добавим сущности к игре. Многие спецэффекты, они строятся на системе частиц. Сейчас, секунду. Дмитрий, да, конечно, вебинар, да, да, конечно, буду рассказывать про содержание модуля, а на сам курс добро пожаловать, приходите, там уже будем непосредственно заниматься. Итак, спецэффекты. Они, как правило, строятся на системе частиц. Что такое система частиц? Вы описываете одну частицу, описываете ее поведение, делаете излучатель частиц, описываете, как он будет распылять эти частицы, испускать, и все это тоже запускаете. То есть, есть у вас эмиттер, который испускает частицы, есть описанная частица, там просто куча параметров, порядка 20 свойств, 20-25 где-то, может даже побольше, указываете направление, дельта случайных чисел, чтобы у вас там не, точно они под одним углом всегда испускались, а плюс-минус там 5 градусов, например. Вот, то есть создать такой эффект хаотичности. А частицы, это может быть какой-нибудь кружочек, это может быть снежинка, звездочка какая-нибудь, и дальше уже раскрашиваете, даете оттенок, прозрачность, там жизнь частицы, ну и так далее. То есть, вот эти вот все красивые эффекты, они на самом деле делаются, ну, даже больше методом тыка, то есть, вы экспериментируете, подбираете параметры, чтобы они наиболее красиво отображались на экране, вот эти вот там, например, огненный след, какой-нибудь там, или дым, бежишь, а за тобой дымовой след идет. Это все это делается с помощью вот этих вот систем частиц. Ну и мы сделаем отдельную игрушку, которая у нас будет построена вся на эффектах, и вот там мы будем использовать вот эти вот как раз системы частиц, ну и познакомитесь хорошо с эффектами. Сложного там тоже ничего нет. Вот такая будет у нас программа курса, вот с чего состоит курс. После прохождения курса вы будете уметь разрабатывать iOS 2 для игры с средствами фреймворка SpriteKit, использовать в играх принципы физического моделирования, применять гравитацию, обрабатывать столкновения объектов. Это все достаточно просто, как я сказал. Создавать плиточные игры, добавлять свои игры спецэффекты. Если посмотреть наши курсы специалисты, которые у нас есть, то место в цепочке курсов у курса разработка 2D игр идет после курса разработка iOS приложений, на Swift 4 уровень 2. Сначала желательно пройти Swift основу программирования и объектно-ориентированное программирование. Дальше разработка iOS приложений, первый уровень и второй уровень. Здесь мы будем знакомиться с различными объектами для разработки приложений, ну и также как вообще работает самолан, как работает приложение, различные шаблоны программирования, которые вам понадобятся для разработки игр. Кому будет полезно прийти на этот курс разработки игр? Программистам, которые хотят расширять свои знания и навыки в разработке приложений, под iOS, потому что, как я сказал, вы можете использовать вот эти вот эффекты из игр в обычных своих приложениях, вставлять сцены, ну и там управлять уже спрайтами, делать эффекты из системы частиц, ну и так далее. Разработчики, знакомые с другими платформами, желающие писать игры под iPhone, им будет проще, потому что все равно некоторые вещи, они повторяются. Может быть, вы слышали про такую библиотеку Unity, которая кроссплатформенная. Да, есть такая библиотека, но на нашем курсе мы именно разбираем спрайт-кит, который native, который именно под iOS, на свифте, то есть здесь ни о какой кроссплатформенности речи не идет. Здесь имя мы пишем только под iOS. Студентам и школьникам старших классов также, возможно, будет интересно посетить курс. Ну и любой человек, желающий написать свою игру под iPhone.